Приветствую вас, церковь Саламита! Сегодня 25 сентября и с вашими новостями Надя Погодина. Сегодня открытие и первое занятие воскресной школы. Занятия младшего хора с 4 до 7 лет и детского хора с 7 до 12 лет проходят по понедельникам с 7 до 8.30. Привозите своих детей. Репетиция хора Откровения проходит по понедельникам в 7 часов на третьем этаже в первой комнате. В этот среду, 28 сентября, начинается школа русского языка. Регистрируйте своих детей на церковном сайте и привезите их немного пораньше на первый урок. Подростковое служение начинается в этот вторник, 27 сентября в 7 часов в банкетном зале. Привозите своих подростков для возможности общения с другими, получения знаний о Боге и общения с ним. Также в эту среду в 7 часов вечера начинается занятие подросткового хора. Приглашаем всех подростков к прославлению этому и служению. Каждую пятницу проходит молодежное собрание в 7 часов вечера. Приглашаются все для возможности прославления, получения знаний и общения. 1 октября в 6 часов вечера состоится вечер для молодых семей. По всем вопросам обращайтесь к Даниилу Товкач, младшему, или Эрику Каратеев. Молодежный осенний лагерь состоится с 7 по 9 октября. Стоимость 100 долларов. Регистрация и оплата с Дианой Васильченко и Алиной Рословой. По вопросам обращайтесь к Игнату Доценко или Арнольду Рыбак. Для беженцев из Украины билет бесплатный. 7, 8 и 9 октября состоится ежегодная конференция для славянской церкви. 7 октября в 7 часов вечера она пройдет в церкви Христа Спасителя в Ванкувере. 8 октября в 6 часов будет в церкви новая жизнь. 9 октября в 5 часов она будет в нашей церкви Соломита. 23 октября пройдет молитва с рукоположением за новых служителей церкви. Сейчас вы увидите фото и видео о открытии хоров, которое состоялось 12 сентября и их первая репетиция. А также давайте посмотрим на церковное чаопитие, которое прошло в прошлое воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Две недели назад представители нашей церкви встретились с участниками Golden Creek Road Community, где находится наш церковный участок. Это сообщество соседей, состоящее из 28 местных семей. Многие из них являются христианами и посещают по местной церкви. Некоторые семьи проживают на этой земле уже шесть поколений, и неудивительно, что они заинтересованы в обсуждении предстоящего строительства церковного кемпа. Они были приглашены на совместный обед и гостеприимно накормлены пловом. В ходе встречи между сторонами сложились хорошие добрососедские отношения. Представители сообщества единогласно одобрили планы постройки Суламита Recreation Center и поделились тем, что уже ознакомились с нашим церковным сайтом и смотрели онлайн служение церкви. По их словам, наши убеждения соответствуют их, и они одобряют проведение лагерей и наше вложение в воспитание будущего поколения. Что касается юридического вопроса оформления участка, то на данном этапе идет подготовка документов для получения всех необходимых разрешений. Для церкви очень важно законное оформление всех построек, планов и согласований. А также напомним, что с 1 октября возобновляется работа на церковном участке. По всем вопросам обращайтесь к Павлу Аспидову. Это были все новости на сегодня. С вами была Надя Погодина. Продолжение следует...